Давайте теперь познакомимся с классом типов NUM и с его расширениями. Класс типов NUM является базовым классом типов для большого количества классов типов, которые описывают все те операции, которые мы можем выполнять над числами. Поскольку чисел разных типов чисел довольно много, поэтому иерархия расширения классов типов NUM, она довольно сложная и запутанная. Дизайнерское решение, которое было принято в Хаскеле, заключается в том, что мы должны с помощью единых полиморфных интерфейсов обеспечить работу с числами, как с плавающей точкой, это double float, так и с числами целочисленными, int и integer. Но, к всему прочему, еще в этот список добавляется тип данных комплекс, комплексные числа. Из-за того, что комплексные числа ведут себя немножко по-другому, чем все остальные числа, в частности, для них нельзя определить контекст ORT, на комплексных числа порядок не задан. Из-за этого иерархия наследования довольно сложная и запутанная. Но давайте начнем с самого базового класса типов, с класса типов NUM, представителями которых являются все числа. Итак, класс типов NUM. Мы видим, что в классе типов NUM определены следующие операторы. Это оператор сложения, вычитания и умножения. Все эти операторы имеют одинаковую сигнатуру. Для любого представителя класса типов NUM, который в объявлении класса типов, представляет собой переменную типа A, А, все эти операторы бинарные и возвращают значения того же самого типа, который является аргументом этих операторов. Есть унарный префиксный минус, который в Haskell транслируется всегда, вызов функции negate. Эта функция возвращает минус переданное ей значение. Есть также две функции abs и signum, которые возвращают либо модуль числа, либо знак числа. И, наконец, есть полезная функция fromInteger. Эта функция fromInteger позволяет переходить от значений типа integer к любому числовому типу. На самом деле, все численные константы, которые у нас определены в языке, внутри, в реализации GHSI, определены как представители типа integer. И всегда, когда мы их используем, на самом деле при трансляции они заменяются на вызов функции fromInteger на некотором числе. То есть три трактуется как integer, а дальше вызывается функция fromInteger. Тип этого выражения, тройка здесь совершенно не обязательно, тип этого выражения, вот такой вот полиморфный. Функция fromInteger позволяет переходить от значения типа integer к произвольному числовому типу. Естественно, что это поведение, это всего лишь деталь реализации GHSI. В стандарте языка просто сказано, что все числа являются полиморфами. Но, тем не менее, полезно иногда понимать, как внутри устроена как внутри устроена некоторая реализация полиморфизма. В классе типов num все, что перечислено здесь, требует обязательной реализации. Реализации по умолчанию нет. Единственное, что имеет реализацию по умолчанию, это оператор вычитания и функция negate. Мы можем определить либо negate, тогда оператор вычитания выражается через negate, либо мы можем реализовать для нашего типа оператора вычитания, тогда negate реализуется как вычитание из нуля соответствующего значения. Есть некоторый закон для этого класса типов. Вообще, в Haskell для классов типов иногда формулируются законы. Компилятор эти законы не может проверять, но для того, чтобы класс типов можно было разумным образом использовать и полагаться на какие-то его свойства, выполнение этих законов требуется от программиста. Закон для класса типов num такой, модуль числа умножить на знак числа, должен равняться самому числу. То есть функции abs, sign, и умножить должны обязательно быть реализованы таким образом, чтобы для любого значения у нас выполнялось такое равенство. Если мы взглянем на реализацию класса типов num, мы можем обнаружить, что в нем определено сложение, вычитание и умножение. А деление в классе типов num не определено. Это связано с тем, что деление для целых чисел и чисел с плавающей точкой реализовано совершенно по-разному. У класса типа num есть два расширения, два наследника. Это классы типов integral и fractional. Класс типов integral отвечает за целочисленное деление. Класс типов fractional отвечает за деление чисел с плавающей точкой. Давайте посмотрим, каким образом устроен класс типов integral. Класс типов integral на самом деле наследует не напрямую от класса тип fnum. От класса тип fnum наследуется некоторый вспомогательный класс real, вещественных чисел. А вот уже от класса типов real наследуется класс типов integral. Если мы посмотрим на информацию о классе типов integral, мы увидим, что интегральные значения, то есть целочисленные значения, они наследуют класс типов real, который в свою очередь наследует ort и null. И класс типов e-num, с которым мы недавно познакомились. Что в классе типов integral у нас присутствуют? Какие функции? Это функции, которые как раз отвечают за целочисленное деление. Основные функции целочисленного деления — это функции div и mod. Соответственно, div возвращает нам результат деления целочисленного, а mod возвращает остаток от этого деления. Есть еще дополнительная функция, которая называется divmod. Это функция, которая возвращает пару. То есть она выполняет работу и div, и mod одновременно. Эта функция иногда полезна, когда нам по ходу дела нужно получить и результат целочисленного деления, первый элемент этой пары, и остаток от деления — это второй элемент этой пары. Есть еще две функции quote-rem, ну и склеенная quote-rem. Эти функции тоже выполняют целочисленное деление. Дело в том, что целочисленное деление на отрицательных числах может быть определено двумя способами разными. Я не буду вдаваться в подробности, но там проблема возникает со знаками некоторая. Функции divmod — это стандартное целочисленное деление. Quote-rem — это функции, которые работают слегка эффективнее, поэтому если вам нужна максимальная эффективность, стоит пользоваться quote-rem, но результат по знаку немножко отличается от div и mod. Ну и, наконец, еще одна функция, которая важна для всяких приведений — это функция, которая называется toInteger. Функция toInteger приводит результат, приводит любой интегральный тип к типу Integer. И, как вы видите, снизу, когда мы получаем информацию о типе Integer, перечислены стандартные представители этого самого класса типов — это Integer и Int. Они относятся к этому самому классу типов Integer. Другой ветвью наследования от класса типов Нул служит класс типов Fractional, который определяет уже полноценное деление. Давайте посмотрим, как класс типа Fractional устроен. Вызовем опять функцию Info, точнее говоря, команду Info. Мы видим, что класс типа Fractional содержит, ну, помимо дополнительных функций Recipe и FromRational, которые мы обсуждать не будем, содержит оператор деления. И это деление, результат которого находится в том же самом типе — это полноценное деление. К классу типа Fractional относятся типы Float и Double, определенные в стандартной библиотеке. Есть еще тип рациональных чисел, в котором тоже полноценное деление определено. Тип рациональных чисел состоит из числителя и знаменателя. FromRational как раз преобразует от типа рациональных чисел к типу Fractional. Но мы рациональными числами заниматься не будем, и поэтому пойдем дальше. По иерархии наследования от класса типа Fractional наследует класс типов, который зовется Floating. Здесь, в этом классе типов, определена вся стандартная математика. Все стандартные математические функции определены в классе типов Floating. Вот у нас начинается объявление класса типа Floating. И в нем определенные экспоненты, корень, логарифм, возведение в степень, синуса, косинуса, тангенса и так далее. И число π тоже определено в классе типов Floating, то есть π тоже полиморфно. Ну понятно, что π мы можем иметь как типа Float, так и типа Double. Ну и опять же мы видим, что представителями этого класса типа Floating служат по-прежнему Float и Double, то есть числа с плавающей точкой. Дальше в иерархии наследования у нас имеется класс, который зовется RailFrag. Здесь у нас возникает сложная иерархия наследования. Помните, у нас был тип данных Rail, про который я практически ничего не говорил. Вот от него и от Floating наследуется RailFrag. Давайте мы посмотрим, как он устроен. Этот класс тип полезен тем, что он содержит целый набор функций, связанных с округлением значений с плавающей точкой до целых типов. Есть разные способы округления. Есть Stuncate, который просто отбрасывает десятичную часть. Есть Round, который округляет, то есть приближает к значению, которое выбирает наиболее близкое значение интегрального типа. Есть Sailing и Floor, задающие, соответственно, верхнюю целочисленную грань и нижнюю целочисленную грань числа с плавающей точкой. Float и Double являются представителями этого класса типов. Ну и, наконец, последний класс типов в этой длинной иерархии, это класс типов, который зовется не RailFrag, а RailFloat. Это довольно технический класс типов, который описывает внутреннее представление чисел с плавающей точкой. На самом деле, как вы знаете, числа с плавающей точкой реализованы внутри компьютера в виде мантисы, экспонента, основания. Вот все соответствующие информации о данном конкретном типе с плавающей точкой в классе RailFloat у нас присутствуют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова